Вопрос Он решается, ответа ждут в любой семье Где наши браки совершаются на небесах или на земле Быть может, Бог, который прячется от наших взоров в облаках Взамен семей со знаком качества штампует семью кое-как Какая сила гонит вас, то во дворец, то просто так Какая сила гонит вас, какая сила гонит нас Какая сила гонит нас, какая сила гонит нас Вот вам ответ Вы, люди, родные, и отвечаете за себя Не допучайте мне вопросами Чтобы самого трещит семья Ох, душил, конечно, отдых Иди на пенсию дари Но кто же виноват в разводах И в том, что брак, брак велик Какая сила гонит вас, то во дворец, то просто так Какая сила гонит вас, какая сила гонит вас Идут в века, порт продолжается Не найден до сих пор ответ Как наши браки совершаются по нашей воле Или нет Нет, не пришла еще наука К решению таких проблем Того, кто создан друг для друга Найти не может ЭВА-ЭН ЭВА-ЭН Какая сила гонит нас То во дворец, то просто так Какая сила гонит нас Какая сила гонит нас Какая сила гонит нас Голубокова вижу Иван Васильевич весьма рад Весьма рад Вот именно сюрприз, мамочка Ну, как поживаете? Да Так Благодарю вас А как вы изволите поживать? Живем помаленьку, ангел мой Вашими молитвами и прочее Садитесь Покорнейшую прошу Вот Да Нехорошо Нехорошо Соседи забывать Мамочка моя Ох А вы что ж так официально Во фраке, в перчатках и прочее Разве едете куда? Нет Я только к вам, уважаемый Степан Степанович А зачем же во фраке? Прелесть моя Точно на вывод с визитом Видите ли, в чем дело Я приехал к вам, уважаемый Степан Степанович Чтобы Обеспокоить вас Одной просьбой Ага Неоднократно я уже имел честь Обращаться к вам За помощью Да И всегда вы Так сказать Ага Но я, простите, волнуюсь Я выпью воды, уважаемый Степан Степанович Ага 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 Денег приехал, прошить не дам Так в чем дело, красавец Видите ли, уважаемый Степанович Виноват Степан, уважаемый Ага То есть я ужасно волнуюсь Как извольте, видите Ага Одним словом Вы только один можете помочь мне Хотя, конечно, я ничем не заслужил И не имею права рассчитывать На вашу помощь Да не размазывайте, мамочка Ну говорите, ну, ну, ну Сейчас Сию минуту Дело в том, что я приехал просить Руки у вашей дочери Натальи Степановны Мамуся Иван Васильевич Повторите еще раз Я не расслышал Я имею честь просить Голубушка моя Я так рад и прочее И тому подобное Давно желал Давно желал Я всегда любил вас, Ангел мой Как родного сына Дай Бог вам Советую любовь и прочее А что я стою, как болван Опешил от радости Опешил Я пойду позову Наташу Степан, Степан Как Вы полагаете Могу я рассчитывать на ее? Согласен Ай-яй-яй-яй Эй, ну, посмотри Такой красавец Ну, ну, разве она может Отказать такого красавцу Небось, влюблена, как кошка И прочее И я сейчас Ай-яй-яй-ăй-яй Песня Как изловить холостяка И превратить его в супруга? Охота будет нелегка, Ведь этот большой хитрюга. Прямый этот холостяк В стране рождаемость снижает. Его стыдет и так, и сяк, А он на это возражает. Жениться? Что вы, никогда! Пускай летят мои года, Я не отдам их никому, Приятно жить мне одному. Приятно, приятно, Приятно жить мне одному. Холостяки приносят вред, Как хорошо их приструнили вы. И стать такой, И в 30 лет Начина привлекать к женитьбе. И стать за год, И в 30 лет Насильно привлекать к женитьбе. Насильно? Что вы, никогда! Пускай летят мои года, Я не отдам их никому, Приятно жить мне одному. Приятно, приятно, Приятно жить мне одному. Холодно. Я весь дрожу, как перед экзаменом. Главное, нужно решиться. Если же долго думать, Колебаться, Много разговаривать, Выждать идеал или настоящей любви, То я так никогда не женишься. Холодно. А Наталья Степановна Отличная хозяйка, Не дурна, Образована. Что же мне еще нужно? Однако у меня уж Начинается от волнения Шум в ушах. А не жениться мне нельзя. Во-первых, мне уже 35 лет. Водорост, так сказать, критический. Во-вторых, мне нужна Правильная, регулярная жизнь. У меня порог сердца, Постоянное сердцебиение. Я вспыльчив И всегда ужасно волнуюсь. Сейчас вот у меня Губы дрожат И на правом веке Живчик прыгает. Да ладно. Но Самое ужасное у меня Это сон. Едва только лягу в постель И только что начну засыпать, Как вдруг в левом боку Что-то Дюрк И бьет прямо В плечо И голову И голову Скакиваю Как сумасшедший Похожу Немного И Опять ложусь Но только что Начинаю засыпать Как у меня В боку опять Дюрк Дюрк И так Раз двадцать Ну вот Это вы Папа говорит Пади Там купец За товаром приехал Здравствуйте Иван Васильевич Здравствуйте Уважаемая Наталья Степановна Отчего вы у нас Так долго не были Садитесь Хотите завтракать Нет Благодарю вас Я уже кушал Курите Ваши спички Погода великолепная А вчера Такой дождь слил Что рабочие Целый день Ничего не делали Вы сколько копий Накосили Я представьте себе Сжадничала Скосила весь лук Теперь сама не рада Боюсь Как бы моя сена Не сгнила Что это Вы кажется Во фраке На бал едете Что ли Между прочим Вы похорошели Нет Правда Зачем вы Эдаким франтом Видите ли Уважаемая Наталья Степановна Дело в том Что я Решился Просить вас Выслушать меня Конечно Вы Удивитесь И Даже Рассерпитесь Но я Ужасно холодно Ну в чем дело Ну Я Постараюсь быть Крат Вам Уважаемая Наталья Степановна Известно Что я Давно уже С самого детства Имею честь знать Ваше семейство Моя покойная тетушка И ее супруг О которых Я Как вы Изволите Знать Получил Наследство Землю Всегда С глубоким Уважением Относились К вашему Батюшке И К покойной Матюшке Род Ломовых И род Чебуковых Всегда находились В дружественных Можно даже сказать Родственных Отношениях К тому же Как вы Изволите Знать Моя Земля Тесно Соприкасается С вашим Если вы Изволите Припомнить То Мои Воловьи Лужки Граничат С вашим Березнику Виновата Я вас Перебью Вы говорите Мои Воловьи Лужки Да разве Они ваши Мои А вот еще Воловьи Лужки Наши А не ваши Нет Мои Уважаемая Наталья Степановна Это для меня Нагусть Откуда же Они ваши Как откуда Я говорю Про те Воловьи Лужки Что входят Клинам Между вашим Березняком И Горелым Болотом Да Да Они Наши Нет Мои Уважаемая Наталья Степановна Вы ошибаетесь А помните Иван Васильевич Давно ли Они стали ваши Как давно Насколько я себя Помню Они всегда Были наши Но это Положим Извините Из бумаг Это видно Уважаемая Наталья Степановна Воловьи Лужки Были когда-то Спорными Это правда Но теперь Всем известно Что они мои И спорить тут нечего Изволите ли видеть Бабушка Моей тетушке Отдала Эти лужки В бессрочное И в безвозмездное Пользование Крестьянам Дедушке Вашего батюшки За то Что они жгли Для нее кирпич Крестьяне Дедушке Вашего батюшки Пользовались Лужками Лет сорок И привыкли Считать их Как бы своими Потом же Когда вышло Положение И совсем Не так Как вы Рассказываете И мой дедушка И мой прадедушка Считали Что ихняя земля Доходит До горелого болота Стало бы И воловьи Лужки Были наши Что тут спорить Не понимаю Даже досадно Я вам бумаги покажу Наталья Степановна Да нет Вы просто шутите Или дразните меня Сюрприз какой Владеем землей Чуть ли не 300 лет И вдруг нам заявляют Что наша земля Не наша Да мне недороги Эти лужки Там всего 5 десятин И стоят Они какие-нибудь 300 рублей Но меня возмущает Несправедливость Говорите Что хотите Но Несправедливости Я терпеть Не желаю Выслушайте меня Умоляю вас Крестьяне Дедушки Вашего батюшки Как я имел честь Сказать вам Жгли для бабушки Вашей тетушки Кирпич Тетушкина бабушка Желаю сделать им приятным Бабушка Дедушка Тетушка Ничего не понимаю Лужки наши Вот и все Моис Наши Хоть вы два дня Доказываете Хоть 15 браков Наденьте Они наши 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 Мне уважаемая Наталья Степановна Лужков не надо Но я из принципа Если угодно То извольте Я вам подарю их Да я сама могу их вам подарить Они мои Мои Все это По меньшей мере Странно Иван Васильевич До сих пор Мы вас считали Хорошим соседом Другом В прошлом году Давали вам свою молотилку А вы поступаете К нам как с цыганами Дарите мне мою же землю Все это не по-соседски Это даже Дерзость Если хотите По-вашему Выходит Значит Что я Зурбатов Сударина Никогда я чужих земель Не захватывал И обвинять Меня в этом Никому не позволю Боловилушки мои Неправда Наши Мои Неправда Я вам докажу Сегодня же Пошлю туда Своих косарей А я их В шею Не смейте Боловилушки Мои Понимаете Мои Не кричите Можете кричать И хрипеть От злобы У себя дома А здесь Прошу себя держать В границах Если бы Сударин Не это страшное Мучительное Сердцебиение Если бы Жилы не стучали В висках То я с вами Поговорил бы Иначе Воловилушки Мои Наши Мои Наши Мои Наши Что такое О чем кричите Папа Объясни пожалуйста Этому господину Кому принадлежат Воловье Лушкин Нам Или ему Шипочка Лушкина Да помилуйтесь Степан Степанович Откуда Они ваши Вы Вы Расплудительным Человеком Бабушка Моей Тетушке Остала Лушкин Во временное Безвозмездное Пользование Крестьяном Вашего Дедушца Крестьяне Пользовались Землей 40 лет И привыкли Камеры Своих Когда же Вы Забываете Что именно Крестьяне Не платили Вашей бабушке И тому подобное Потому что Лушки были Спортными Просто Мерчатая Собака Знает Что они Именно Именно Нас Мы Даже Вы А вы Просто Плана Не видели А я Вам Докажу Что Они Мои Не докажете Нет Докажу Нет Не докажете А зачем Ну Криком Вы Ничего Не докажете Уж Вы Только Слобина Своя Держи Вы Каките Оспарить Лушки И Против То Я Скорей Подаю Мужикам Чем Вам Так Не Понимаю Какой Же вы Имеете Право Дарить Чужую Собственную Право Это У меня Знать Именно Право Или Нет Я Молодой Человек Не привык Когда Со мной Говорят В таком Тоне Я Молодой Человек Старше Вас Вдвое И Прошу Говорить Со мной Без Ажитации И тому Подобное Нет Вы Просто Меня За дурака Считаете И смеетесь Надо мной Мою Землю Называете Своею Да Еще Вы хотите Чтоб я Был Хлоднокровен И говорил С вами По-человечески Так Хорошие Соседи Не поступают Вы Не сосед А Узурпатор Что вы Сказали Папа Немедленно Пошли На лужки Косур Нет Слушайте Что вы Что вы Сказали Лужки Мои И я Не уступлю Не уступлю Не уступлю А я вам Судом Покажу Что они Мои Судом Можете Подавать Суд Вилостивый Государин Я Только Идете Случа Чтобы Судиться И впрочем Кляузная Натура Весь ваш Род Был Сутяжный Весь Прошу Не оскорблять Моего Рода В роду Лобов Все были Честны И не было Ни одного Который Находился Под судом За растрату Как ваш Дядюшка А в вашем Родском Лоду Все были Сумасшедшие Дед Дед Пил за поем А младшая Тетка Вот именно Бежала С архитектором И прочее А не мелая Батюшки Воды А отец Вас пил За поем А отец Вас пил За каких Мало Левая нога Отнялась А вы Интриган Ох сердце В глазах Искры Где моя Шляпа Где она А сами Вы Ехидный Двуличный И каверзный Человек Нога Волочится И чтобы Вашей ноги Не было Больше В моем Доме Моя Ужайка Заявляет Кто-то Ему Другой В ответ Мое Молото В него Два раза Падал Мой Отец В него Два раза Падал Мой Отец И дружный Длительный Конец В моем В моем И наше Ваше Как начинался Спор Любой Прожа Раздор И войны Даже Со слов Моя Мое И мой Со слов Моя Мое И мой Так вот Моя Мое И мой К черту Мерзавец Вот и верь после этого добрым соседем Мерзавец А чучело гороховое Уроды такие Присло Чужую землю Сейчас мне Бронится И это Кикибора Это вот именно Куриная Слепота Сейчас Смелится Делать предложение Предложение Какое предложение Ну как же Зачем я приезжал Чтобы Предложение Тебе сделать Предложение Мне Что ж ты мне Раньше Этого Не сказал Ну и во фрах Вот ему Нарядился Сосиска Этого Сморчок Мне Предложение Вернуть его Вернуть Что такое Вернуть Немедленно вернуть Что Мой боже Несчастый Я человек Застрелю Зарезу Забудь Вернуть Сейчас Вернуть Вернуть Сейчас 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 Придет Но разговаривай сама с ним А я вот именно Не желаю Он идет Идет Что за комиссия Создателей Будет Взрослой Дочери Отцом Зарезут Обязательно Зарезут Оскорбили Выругали Человека Выгнали И что ты Все ты Ты Я не виноват Разговаривай сама с ним Страшное Страшное сердцебиение Нога Онемела В боку Дергает В глазах Красные круги Расходятся Простите Мы погорячились Иван Васильевич Я теперь Припоминаю Лужки Точно Ваши Страшное сердце Бьется Мои Лужки На обоих глазах Живчики Прыгнут Ваши Ваши Лужки Мы были Неправы Я из принципа Мне недорога Земля Но дорог Принц Вот именно Принц Давайте поговорим О чем-нибудь Другом Тем более У меня есть Доказательства Бабушка Моей Тетушке Отдала Крестьянам Дедушке Вашего Батюшки Ну Будет Об этом С чего Начать Скоро На охоту Собирает По тетеревам Уважаемая Наталья Степановна Думаю После жнитва Начать Ах вы слышали Представьте Какое у меня Несчастье Мой угадай О котором вы Изволите Знать Захромал Какая жалость От чего же Не знаю Должно быть Вывикнул Или другие собаки Покусали Самая лучшая Собака Не говоря уж О деньгах Ведь я За него Миронову 125 рублей Заплатил Переплатили Иван Васильевич А по-моему Это очень дешево Собака Чудесная Ну что Музы своего Откатая 85 рублей дали А ведь Откатай Куда лучше Вашего угадает Откатай Лучше угадает Что вы Откатай Лучше угадает Ну конечно Лучше Откатай Правда еще Молод Не обсовел Но по ладам И по розвизе Лучше его Собаки Даже у Волчинецкого нет Позвольте Наталья Степановна Ведь вы забываете Что он Подуздаватый А подуздаватый Собака Всегда не поиниста Подуздаватый В первый раз слышу Уверяю вас Нижние челюсти Короче верхний Ага вы мерили Мерил До угонки Он годится конечно Но если на завладай То едва Наш Откатай Породистый Густопсовый Он сын Запрягая Из стамески А у вашего Умруга Первого не доберешься До породы Потом старого Родлива Как кляча Стар Да я за него Пяти ваших Откатай Не возьму Разве можно Угадай Собака Откатай Даже испорить Смешно Таких как ваш Откатай У всякого выжлятника Хоть пруд прудни Четвертная красная цена Я заметила Иван Васильевич У вас сегодня сидит Какой-то бес Противоречие То вы думали Что лужки ваши То угадай Лучше нашего Откатая Я не люблю Когда человек Говорит не то Что думает Вы отлично Знаете Что наш Откатай Востораж Лучше вашего Глупого Угадая Зачем говорить Напротив Я вижу Наталья Степановна Вы считаете Меня за Слепого Или за Дувака Да поймите Ваш Откатай Подуздавал Ну неправда Подуздавал Неправда Что же вы кричите Судар А зачем вы говорите Чушь Вы смутительны Даже просто Вашего Угадай Давно подстрелить Пора вы Сравниваете его С нашим Откатаем Извините Я не могу Продолжать Этого спора У меня Сердцебиение Заметила Что те охотники Больше всего Спорят Которые Меньше всех Примают Судар Прошу вас Замолчите У меня Лопается Сердце Замолчите Я не замолчу Пока не сознаете Что наш Откатай Восторож лучше Вашего Глупого Угадая Восторож хуже Чтобы Он издох Ваш Откатай А вашему Издыхать Нет надобности Потому что Он так Уже Замолчите У меня Разрыв Сердца Не замолчу Риски Глаз Плечо Ну Ну Что еще Папа Скажи под чистой Словести Какая собака Лучше Наша Отката Или его Угадай Симаса Умоляю Скажите Скажите Вы только Одно Подуздават Вас Отката Или нет Да Или нет Ну А хоть бы И так Великова Зато во всем Уезде Лучше Собаки Нет и против Но ведь Мой Угадай Лучше Пособь Не волнуйтесь Не волнуйтесь Драгоценный Не волнуйтесь Вас Угадай Имеет Вот именно Хорошее Качество Чисто Псовый На твердых Ногах Крутобедры Но у этой Собаки Если хотите Знать Красавец Мой Есть два Существенных Недостатка Стара И с коротким Щепцом Извините Извините У меня Серцебиение Возьмем Фарф Возьмем Извольте Припомнить В Морозкиных Зелинях Мой Угадай Шел Графским Размахаем Ухо в ухо Так А ваш Откатай Отстал На целую версту Отстал Потому что Потому что Графский Доезжать И ударил Воротником За дело Все собаки Залечиться бегут А ваш Откатай Баран Отрепать Стал Неправда Голубушка Я вспыльчу И давайте Прекратим Этот спор Ударил Потому что Всем завидно На чужую собаку Глядеть Да Ненавистники Все И вы Сударь Не без греха На Ведь я же Все помню И я помню И я помню Нога Отнялась Не могу Сердцебиение Сердцебиение Вам бы в кухне На печи лежать Тараканов давить А не лисик Стравить Сердцебиение Да Какой вы именно Охотник Вам бы дома сидеть А не в седле Болтаться Да Да Ну Благо Охотились бы А то вы едете Затем чтобы спорить Да чужим собакам мешать Вы вот именно Не охотник А вы Рожде охотник Вы едете только за тем Чтобы Графу подматываться Да интриговать Сердце Вы интригал Что я интриган Замолчать Интригал Но мальчишка Щенок Старая крыса Иезуит Замолчи А то я тебя Подстрелю из С поганого ружья Как куропатку Свистун Всем Известно Что Ох Сердце Ваша покойная Жена Вас била Что? Нога Виски Искры Ох Падаю Падаю А ты у своей ключницы Под башняком Вот Вот у моего сердца Умираю Доктора Мне дурно Дурно Доктора Папа Что с ним? Папа погляди Иван Васильевич Он умер Папа доктора Папа доктора Он умер Кто умер? Он Умер Что? В самом деле Умер Да, папа Выпейся Не пьет Значит, умер И тому подобное Боже, не счастье Меня, человек Ну, почему я Не пускаю себе Пули в лоб Почему я Доктор не зарезался Дайте мне Дайте мне Пистолет Оживая Иван Васильевич Иван Васильевич Оживая Оживая Это кажется Ну Женитесь Вы Поскорее И Ну Воскресшему Благословляю вас И прочее Не только Оставьте Вы меня В покое Что? Кого? Ага Согласна Поцелуйтесь И черт с вами Да, да Согласна Поцелуйтесь Позвольте А в чем дело? Ах да Понимаю Я счастлива Наталья Степановна Нога отнялась Я Я тоже Счастлива Ну Это точно Гораз в плеч Фу Ну все-таки Теперь Сознайтесь Ваш угадай Хуже Откатая Лучше Хуже Лучше Хуже Ну Начинается Семейное счастье Шампанского 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 Уже Пять тысяч лет назад Была Такая Ситуация Был на земле Матриарха Старинный вид эмансипации Старинный вид эмансипации Жена Жила Как ей захочется На мужа Было Наплевать Уйдя на мамонта Охотиться Не возвращалась Ночевать Не возвращалась Ночевать Матриарха Матриарха Матриарх Матриарх Преимущества Эмансипация Несет Эмансипация Несет Нам Грасса И грязь И полная Эмансипация И полная, и полная, эман-си-пасия. Нехорошо, барыня. Губите вы себя только. Горнджи с кухарь хреба ягода пошли. Всякое дыхание радуется. Кошкой-то своё удовольствие понимает. Подмору гуляет, ташек водит. А вы, пчц, или день сидите в комнате, словно в монастыре. И никакого удовольствия. Да, правда, пчц, я уже год прошёл, как вы из дома никуда не выходите. И не выйду никогда. Жизнь моя кончена, он лежит в могиле. Я погребла себя в четырёх стенах. Мы оба умерли. И не слушали мы права. Никак Михайлович померли. Так тому и быть. Царство им небесное, Божий волен. Погоревали немного и будет. У меня ведь тоже своя дюня старуха померла. Так что ж, погребал, поплакал с месяца и будет с ней, а ведь целый день бег. Лазарь и петь так и старуха этого не стоит. Соседей всех забыли. Сами вы здесь никого не принимаете. Живёмся, как пауки. Света Божьего не видим. Ливрею мыши съели. Добро мне было людей хороших. А то полный уезд господ. В рыбной полк стоит. Офицеры. Чистые конфеты. Не наглядишься. А в лагерях. Что не пять, да то бал. И почитай, каждый день военный оркестр музыка играет. Бароня-матушка молодая, красивая. Кроль с молоком. Так вы поживите свои удовольствия. Вот так годком здесь и пройдёт. Сами-то хотите повыпратить. Офицер в глаза пыль пустит. Он поздно будет. Я прошу тебя, никогда не говори с мне об этом. Ты знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Я дала себе клятву, никогда не снимать трауры и не видеть света. Я знаю, для тебя не тайна. Он часто был несправедлив ко мне, жесток и даже неверен. Но я буду верна ему до могилы и покажу, как я умею любить. Чем такие слова? Приказать бы запрячь Тобий, да к соседям в гости. Приказать бы запрячь Тобий. Ты помнишь? Тобий. Прикажи дать ему лишнюю осьмушку овса. Слушаю. Кто это? Скажи, что я никого не принимаю. Слушаюсь. Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. И тебе несовестно. И тебе несовестно. Я заперла себя на замок, а ты изменял меня, делал сцены по целым неделям, оставлял меня одни. Сударня, сударня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Ну и ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Я сказал, но он и служить не хочет. Говорит, что это очень нужное дело. Я не принимаю. Я говорил, но... Лежий какой-то, ругается и прямо в комнате прет. Уже в столовой стоит. Ну, хорошо, проси. Какие невежи. Ой, как тяжелые ты, Люд. Что им нужно от меня, к чему им нарушать мой покой? Это, видно, и вправду придется уйти в монастырь. Да. Когда-нибудь теряю свежесть порывы чувствов и слова, И не стареет только верность, Пока она в душе жива, Пока она в душе жива. Я лично против вечной верности. Она доводит вас до бледности. Что понимают люди верности. У них совсем другие ценности. Без друга жизнь, скучно, уныло, И смысл вовсе лишена. Но даже если он в могиле, Ты вечно будь ему верна, Ты вечно будь ему верна. Такая верность в верхней лепости. Какой же пробник от этой верности. Что понимают люди верности. У них совсем другие ценности. Мы пребываем неизвестности. Какая внестись к проблеме верности. Мы петь не сможем, не узнав. Кто прав из нас, а кто не прав. Мы петь не сможем, не узнав. Кто прав из нас, а кто не прав. Болван, любишь много разговаривать, осел. Честь имею представиться. Отставной порочик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселян 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, я просил у вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200. 1200. 1200. А за что был должен вам мой супруг? Он покупал у меня овес. Так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тобби лишнюю осьмушку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то я само собой, разумеется, заплачу. Ну, извините, пожалуйста, у меня нет сегодня свободных денег. Послезавтра вернется мой приказчик из города, и я прикажу ему заплатить вам что следует. А сейчас я не могу исполнить вашего желания. К тому же сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж, и у меня теперь такое настроение. Я не могу ждать до послезавтра. У меня пишут имение. Что-то же делать, если у меня нет. Стало быть, не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Последнее, положительное. Положительное. Покорнейше благодарю. Так и запишем. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречаются меня сейчас по дороге акцизной и спрашивают, от чего вы все сердитесь, Григорий Степанович? Да помилуйте, как же мне не сердиться. Нужны мне до зарезу деньги. Выехал я еще вчера утром чуть свет. Объездил всех своих должников, и хоть бы один из них заплатил свой долг. Измучился, как собака. Ночевал, черт знает где. Наконец приезжаю сюда. За 70 верст от дома. Надеюсь получить. А меня угощают настроением. Как же мне не сердиться? Мне кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города тогда и получит. Я приехал не к приказчику, а к вам. Какой леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик. Милостивый государь, я не привыкла к таким странным выражениям, к такому тону. Я вас больше не слушаю. Скажите, пожалуйста, настроение. 7 месяцев тому назад муж умер. Да мне-то нужно платить проценты или нет. Я вас спрашиваю, нужно платить проценты или нет. Ну, а муж умер. Настроение там и всякие фокусы. Приказчик куда-то уехал, чёрт его возьми. А мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и трахнуться башкой по стену? Приезжаю к Грузию, дома нет. Грузию. Нарошевич спрятался. С Курицным поругался насмерть. У Мазутова халерина в этой настроении. Ни одна каналья не платит. А всё от того, что я слишком их избаловал. Что я нюня, тряпка, баба. Слишком я с ними деликателен. Ну, погодите же. Узнайте меня. Я не позволю шутить с собою, чёрт возьми. Останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. А двосьте все поджилки трясутся и дух захватило. Боже мой. Даже дужно делается. Человек! 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 Чего вам? Дай мне квас или воды? Нет, какова логика? Человеку нужно дозарезать деньги, впору вешайся. А она не платит. Потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Барни, больны и не принимают. Что? Больны и не принимают. И не нужно! Не принимай! Я останусь и буду сидеть здесь, пока не отдашь денег. Меня не тронешь трауром. Семён, распрягай! Мы не скоро поедем. Я остаюсь здесь. Скажешь, там на конюшне, чтобы овса дали лошадям? Скверно. Жара невыносима. Плохо ночи. Спал. Денег никто не платит. Голова болит. Водку, что ли, выпить? Человек! Человек! Чего вам? Дай рюмку вот. Ох! Нечего сказать. Хороша фигура. Весь в пыли. Сапоги грязные. Не умы. Ничего. Паренька, чего доброго? Меня за разбойника приняла. Немножко невежливо являться в гостиной в таком виде. Ну, да ничего. Ничего. Я тут не гость, а кредитор. Для кредитора же костюм не писан. Много вы, сударь, себе позволяете. Что? Я ничего. Я собственно... С кем ты разговариваешь? Молчат. Навязался, Греший, на нашу голову. Принесла нелёгкая. Ах, как я зол. Так зол, что, кажется, весь цвет стёр был в порошок. Даже дурно делается. Человек! Милостивый государь, в своём уединении я уже давно отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя. Заплатите мне деньги, и я уеду. Я вам русским языком сказала. Денег у меня сегодня нет. Погодите до послезавтра. Я тоже имел честь сказать вам русским языком. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Что же мне делать, если у меня нет денег? В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получилось. Я вас спрашиваю, мне нужно заплатить завтра проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Я прошу вас не кричать. Здесь не конюшня. Я вас не о конюшне спрашиваю. Вы не умеете держать себя в женском обществе? Нет, я умею держать себя в женском обществе. Нет, не умеете. Вы не воспитанный, грубый человек. Порядочные люди так не говорят с женщинами. Ах, удивительное дело. Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли? Мадам живопри. Ах, погдон, что обеспокоил вас? Какая пресная сегодня погода. Не умно и грубо. О! Не умно и грубо. Я не умею держать себя в женском обществе. Сударыня, на своём веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьёв. Три раза я стрелялся на дуэль из-за женщин. Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня. Да-с! Было время, когда я ломал дурака, рассыпался бисером, шаркал ножкой. Любил, страдал, вздыхал на луну. Раскисал, таял, холодил. Любил страстно, бешено. Причал, как сорока, об эмансипации. Но теперь слуга покорный. Теперь меня не проведёте. Луна, шёпот, робкое дыхание. За всё это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих. Но все женщины от мала до велика, ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, суетливые, мелочные, безжалостные. Логика возмутительная. А что касается вот этой штуки, то, извините за откровенность, воробей любому философу в юбке даст десять очков вперёд. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисия, эфир, полубогиня. Подоглянешь в душу. Обыгновеннейший крокодил. Да, чёрт, меня побери. Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме балонок? В любви она умеет только хныкать и распускать нюни. Где мужчина страдает и жертвует, то вся её любовь выражается только в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче схватить далос. Скажите же мне по совести, видели ли вы на своём веку женщину, которая была бы искренно верна и постоянно? Не видели. Верны и постоянно бывают только старухи да уроды. Скорее встретите рогатую кошку, чем постоянную женщину. Позвольте. Так кто же верен и постоянен в любви? Уж не мужчина ли? Да-с, мужчина. Ха-ха-ха! Мужчина верен и постоянен в любви. Да какое вы правы имеете говорить это? Ой, да коли на то пошло, то я вам скажу, что самым лучшим из всех мужчин, каких я только знала, был мой покойный муж. Я любила его страстно. Как только может любить молодая мыслящая женщина, я отдала ему свою молодость, своё состояние. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла бы в его столе полный ящик любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить. Он изменял мне, царил моими деньгами, и, несмотря на это, я навеки погребла себя в четырёх стенах и до могилы не сниму этого траура. Траура. Не понимаю, за кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, для чего вы погребли себя в четырёх стенах. Ещё бы. Это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает, здесь живёт таинственная Тамара, которая из-за любви к мужу погребла себя в четырёх стенах. Знаем эти фокусы. Что? Да как вы смеете говорить мне всё это? Вы погребли себя заживо, однако вот не позабыли напудриться. Как вы смеете? Не кричите, пожалуйста, я вам не приказчик. Извольте оставить меня в покое. Заплатите деньги. Не дам я вам денег. Нет, сдадите. Нас даже ни копейки не получите. Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом. А потому прошу не делать мне сцен. Я не желаю разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон. Лука! Выведи этого господина! Сударь, извольте уходить, когда вилят. Нечего тут? Молчать, с кем ты разговариваешь? Я из тебя салат сделаю, батюшки-угодники. Ох, дурно. Дух захватил. Даша, Даша, Белаке. Все паякты ушли. Никого в доме нету. Ох, дурно. Дурно. Извольте убираться вон. Угодно ли вам быть повежливее? Вы мужик. Грубый медведь. Бурбан монстр. Извольте. Какое же вы имеете право оскорблять меня? К бардеру стреляться. Батюшки-угодники воды. Я никому не позволю оскорблять себя. Я не посмотрю, что вы женщина. К бардеру. Медведь, 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 медведь. Равноправность так равноправность. Стреляться, вот это и есть эмансипация. Стреляться хотите, извольте. После его уже остались пистолеты. Сейчас все принесу их сюда. Каким у наслаждением. Я влюплю пулю в ваш медный лоб. Черт вас возьми! Какова? Женщина? Черт вас возьми! Влюплю пулю в ваш медный лоб. Какова? Вызов приняла? Честное слово. Первый раз в жизни такую вижу. Батюшка, родненький, напугал до смерти. Да еще стреляться собираешься. Уйди, родненькая. Да она мне положительно нравится. Вот эта женщина, вот это я понимаю. Ни кислятина, ни размазнял. Огонь, бурок, ракета, даже убивайся. Светитель угодник. Господи, спаси и помилуй. Пойду садовника и кучера позову. Она мне положительно нравится. Везлость прошла. Удивительная женщина. Вот они, пистолеты. Но прежде, чем мы будем драться, извольте показать, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держала в руках пистолета. Прекрасный пистолет. Цена таким минимум 90 рублей за пару. Держать револьвер нужно так. Ага. Глаза, глаза. Замечательная женщина. Так? Да, так. Засим вы поднимаете курок. Вот так прицеливаетесь. Голову немножко назад. Вытяните руку как следует. Ага. Потом вот этим пальчиком надавливаете эту штучку. И больше ничего. Главное правило не горячиться и прицеливаться не спеша. Стараться, чтобы не дрогнула рука. Ага. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Идемте в сад. Пойдемте. Только предупреждаю. Я буду стрелять в воздух. Это бы еще не доставало. Почему? Потому что... Потому что... Это мое дело. Струсили, да? Ай, не виляйте, сударь. Я не успокоюсь, пока не пропью вашего лба. Струсили. Да, трусили. Лжете, почему вы не хотите драться? Потому что... Потому что вы... Вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь. Я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Послушайте. Вы все еще сердитесь? Я тоже чертовски взбешал. Но, понимаете ли, как бы это выразиться? Дело в том, что... Видите ли... Такого рода истории, собственно говоря... Но я не виноват, что вы мне нравитесь. Вы мне нравитесь, понимаете? Я почти влюблен. Отойдите от меня. Вас ненавижу. Боже. Какая женщина. Пропал. Погиб. Попал в мышеловку, как мышь. Отойдите от меня, а то я буду стрелять. Стреляйте. Вы не можете понять, какое это счастье умереть под взглядом этих чудных глаз. Я с ума сошел. Думайте и решайте. Потому что если я выйду отсюда, то ж мы больше никогда не увидимся. Решайте. Я дворянин. Порядочный человек. Имею десять тысяч годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку. Имею отличных лошадей. Хотите быть моею женою? Стреляться к барьеру. Прошел с ума. Ничего не понимаю. К барьеру. А улюбился, как мальчишка, как дурак. Я люблю вас. Люблю, как никогда не любил. Двенадцать женщин я бросил. Девять бросили меня. Прямо ни одну из них я не любил так, как вас. Разлимонился, расширопился, раскис. Стою на коленях и предлагаю руку. Стыд, срам! Пять лет не влюблялся. Дал себе зарок. Не вдруг втюрился, как глобля в чужой кузов. Руку предлагаю, да или нет. Не хотите, не нужно. Постойте. Ну? Или нет, уходите, уходите. Я вас ненавижу. Как я зла, как я зла. Отекли пальцы от этой мерзости. Ну, что вы стоите, уходите. Прощайте. Да, да, уходите. Как я зла, куда же вы постойте. Прочь руки. Я вас ненавижу. Как я зла на себя. Влюбился, как гимнасист. Стоял на коленях. Очень мне нужно было влюбляться. Завтра проценты платить. Синокоз начался. Я оттуда никогда этого не прощу себе. Отойдите прочь. Я вас ненавижу к барьеру. Мука, скажешь там, на конюшне, чтобы Тобби вовсе не давали овса. Идут в века. Спор продолжается. Не найден до сих пор ответ. Как наши браки совершаются по нашей воле или нет. Нет, не пришла еще наука к решению таких проблем. Того, кто в солнце друг до друга, найти не может ЭВЭН. 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 Си огонят нас. Си огонят нас. Си огонят нас. Любовь.